Друзья мои, мы рады вас приветствовать нашей студии. Сегодня у нас в гостях Александр Иванович Белов. Александр Иванович, добрый вечер. Наши слушатели уже вас хорошо знают. Добрый вечер. Серия передач, совершенно потрясающих, которые переворачивают наше представление о мире. Я так понимаю, что сегодня мы опять будем в хорошем смысле это слово переворачивать. Тема нашей сегодняшней беседы – государство умных детей. Я думаю так, о перспективах светлых русского проекта в этом плане. Александр Иванович, вам слово. Спасибо большое. Я, знаете, что, в общем, конечно, благодарю за доверие, как говорится, но идея восходит к чему? Вернее, как бы можно начать как раз с феноменологии. Лет десять назад появилась новая реальность в нашей действительности. Интернет более-менее стал доступным для пользователей разных, причем не только городов, причем это всемирная паутина, а путала весь мир, как мы с вами знаем. Так вот, что интересно, что касается детей. По моему мнению, не только по моему, но и психологи так думают, с которыми я работаю и работал раньше, которых уже нет в жизни. Ушли они, в принципе, в твоего рода есть депривация по определенному профессионально-сословному и имущественному и прочих разных, так сказать, ценз. То есть это есть, грубо говоря, где-то с двух до пяти лет у ребенка существует такой период критический, его называют биологи, период импринтинга, то есть калькирования своего рода, когда он тащит свою голову, которую некоторые уподобляли чистому листу бумаги, ну, некоторые, я имею в виду, культурно-историческую школу нашу, Выгодский, Лурия, Леонтьев, ну, вы ее хорошо знаете, эту культурно-историческую школу, как раз, в общем, они уподобляли ребенка чистому листу бумаги, что туда запишешь, что и будет. В принципе, ребенок и до культурно-исторической психологии, до этого круга Выгодского, он уже депривирован был социумом. Почему депривирован? Это слово, ну, чтобы было понятно, это по-латыни лишение. То есть он, как бы его втаскивали милые свои родители в определенное прокрустово ложе своей профессии, своего профессионального взгляда. Ну, условно говоря, родившись в семье какой-то музыкантши, которая, так сказать, видела в нем музыкальное будущее, она его с детства, так сказать, дрессировала на скрипке играть или на пианинку, или там еще как-то. Родившись, так сказать, в семье слесаря какого-то, он уже с детских лет слышал разные разговоры, как до зарплаты там и прочее разное нам дожить и все такое. Но с табакей будешь слесарем, будешь все, как говорится, на завод пойдешь и все такое прочее. И родители вольно и невольно втаскивали его в свою социальную страту. По крайней мере, если не в свою профессию, но он смотрел на мир глазами родителей. Дело в том, что с трех до пяти лет как раз формируются мировоззренческие основы, внутренняя речь. Внутренняя речь по-выготскому – это как раз та речь, которой ребенок мыслит. И как раз нагляднообразное мышление, оно примерно тоже в этот же момент формируется, где-то дают дельту с двух до семи по разным авторам, ну, два-семь, два-шесть, вот так вот, три-шесть, в принципе, образы и внутренняя речь. Вот я считаю, вот эти два момента, они очень важны для формирования ребенка. Так вот, что же получилось в связи с интернетом? В связи с интернетом у родителей, конечно, как всегда, нет времени заниматься своим чадом. И где-то лет десять такая тенденция появилась. То есть даже среднего класса людей, которые, в общем-то, могут себе позволить уделять внимание детям, они рисовали детям такие планшеты или там какие-то игрушки, так или иначе, аффилированные с интернетом. И ребенок свое «почему?» и «от чего?» и «зачем?» и «как?» и «почему?» вот этот период «почемучек» он отрисовал во многом интернету. Чем он не находил где-то, в общем-то, каких-то ответов, он обращался к взрослым. Но и взрослые с удивлением для себя обнаруживали, что очередное «почему?» его собственного чада, оно вдруг их уже ставит в тупик, и они этого не знали. Они пытались как бы найти ответ на заданный ребенком вопрос в том же интернете. И, конечно же, они пытались и с удивлением увидели, что, значит, они мыслили иначе, они этого не знали. Иначе говоря, мышление стало широким, недепривированным, в узкую страту, непрофессиональным, несословным, которое оно по факту было. Когда большевики как бы они декларировали, что мы наш, мы новый мир построим до основания, а затем, то, конечно, все эти фразеологии, достаточно известная нам, как бы коммунистическая, она в основном касалась взрослых и детей. В том числе касалось это и детей, но опосредованно. Считалось, что родители будут ретранслировать эту психологию. Но дело в том, что у ребенка совсем иной вид мышления. И, как мне кажется, но это лично моя точка зрения, не все вот участники моей психологической группы, в которую я вхожу, психологи профессиональные, они с этим согласятся. Но, тем не менее, в принципе, депривация шла по такому пути. То есть, фактически одно говорили с высоких трибун по телевидению, радио. Вспомним высказывание Ленина о кино и цирке. Пока народ неграмотен. Это важный элемент как раз пропаганды. Кино и цирк, то есть внешние образы. А образы, которые видел ребенок в семье, они достаточно были далеки. Как говорится, мамочка, вскармливая своего младенца, с молоком матери, передавала ему другие истины. Это курица под себя, вернее, от себя. А человек под себя тащит. Будь рачительным и так далее. Вот там береженого бога. В общем, копеечку в дом неси и так далее. Такая житейская мудрость. И вот это не учли, как мне кажется, большевики в своей пропаганде. Ну, большевики, образно говоря, как бы социалистический, коммунистический, как бы идеологический отдел партии, может быть, или какая-то, так сказать, психологическое, может быть, подразделение этого, частью которого как раз и являлся, собственно, Выгодский. И отчасти он в раннем своем творчестве, аффилирован Бостровским и занимался ничем иным, как созданием нового человека или сверхчеловека. Предполагалось так, что дети, они воспримут вот этот вот как бы вектор развития нового мира, они отрекутся от старых каких-то норм, патриархальных норм хозяйствования, патриархальных норм мышления, от образов старого мира и перейдут к образам нового мира. А образы нового мира им давала уже как бы коммунистическая пропаганда в виде фильмов, цирка того же и прочих разных, так сказать, агитопрома, паралиткульта и прочего разного, так сказать, на чем сидел Луначавский. К примеру, на раннем этапе. Позже это, в общем-то, возглавлял Брежневское время, как мы знаем, в общем, Суслов. Ну, неважно, в общем, такая линия, она, в общем-то, на протяжении всего Союза. Так вот, что получилось. На самом деле, внуки и дети уже тех, условно говоря, старых большевиков, тех людей, которые истинно верили в торжество коммунизма, они, конечно, эту веру не принесли. Во-вторых, у них возникла мотивация совершенно иного рода. То есть, корысти, карьерный рост и прочие разные вещи, которые, в принципе, с которыми боролись. Здесь, например, Сталин боролся, он говорил, что никаких, так сказать, нам особых, ну, против кумовства, землячества и так далее. Ну, известная цитата Сталина есть. Тем не менее, в общем, все это они привнесли в современную жизнь. И так или иначе развалился Союз. Я думаю, от того, не от того, что экономическая платформа не выдержала, или там проклятая ЦРУ там свои, так сказать, щупальца засунула нам в политбюро в виде Яковлева. Ну, вполне возможно, что это было как бы всякие инсинации и прочие разные диверсии идеологические. Но самое главное, вот этот идеологический базис, это недоучтение детской психологии, формирование характера, этого импринтинга на раннем, так сказать, стадии развития ребенка, оно как раз себе давало знать. Ну, причем здесь, конечно, вот интернет и все. Но дело в том, что это у нас была культурно-историческая школа во главе Выгодски и Лурия Леонтьев, которые апеллированы были, конечно, с марксистско-ленинской философией и идеологией. А на Западе был бихевиоризм, ну, вы прекрасно знаете, стимул реакции, то есть сведение все к биологическим каких-то потребностям, к животным рефлексиям, которые достались от наших предков, ну, если не каких-то там червей, ну, то уж обезьян точно. Ну, а также психоанализ Фрейда, такое копание, самокопание эгоцентрическое в разных сексуальностях и неврологическое видение неврозов, их исправление еще в раннем детстве и так далее, и так далее. То есть и там, на Западе тоже, в общем-то, грубо говоря, не было какого-то альтернативы вот этому, ну, если взять бихевиоризм, то действительно это эволюционная концепция, так же, как и культурно-историческая психология школа. Фактически они базировались, как мне кажется, на неправильном понимании, что мы повторяем в сжатой и ускоренной форме антогенез наш повторяет, филогенез наших предков. То есть на учении Геккеля по филогенезу. То есть, иными словами, ребенок в своем допонятийном развитии вовсе не проходит стадии обезьянки, даже стадии австралопитеков или каких-то, так сказать, условно говоря, эректусов еще до речевых. Ее называют по-разному, наглядно-образное мышление, ту стадию. На самом деле тоже есть некая подмена, потому что не наглядно-образное мышление развивается у ребенка раннего возраста с трех до пяти, а у него возникает образное мышление, плюс еще внутренняя речь. И он, управляя этими образами, он научается, как бы видя эти образы в голове своей, условно говоря, сознание аккумулирует или даже синтезирует эти образы самостоятельно из имеющихся его распоряжения предметов, образов, которые, в общем-то, он корпорирует из них какие-то модели. То есть, иными словами, в этой связи, конечно, можно вспомнить ленинскую теорию отражения-отражения, то есть, собственно, предмет является сознание отражения бытия. Это очень наглядно понятно, что предмет, сначала должен предмет измениться, бытие измениться, а потом уже сознание. То есть, сознание ставится, как вагончик такой, ну, грубо говоря, как телега к лошади. Лошадь – это, в общем-то, базис, а надстройка – это все остальное, телега и прочее, а там же производственные отношения, просто всякие психологические надстройки. Иными словами, ленинская теория отражения-отражения, она подводила базис и под одновременно и культурно-историческую школу, которая у нас в Союзе была, и под всякий, так сказать, даже бихилиаризм она тоже отчасти подходила, но с позицией биологизаторства, конечно. Ну, понятно, что на Западе этим не пользовались, а там пользовались просто теории эволюции. Ну, и, в общем-то, разные есть взгляды на это, но нам что интересно? Нам интересно то, что в раннем детстве у ребенка как раз формируется одновременно и образ, и понимание. И вот мы с моими коллегами-психологами так это назвали, ну, как бы новейшая психология, образно-понятийная психология. Вот так вот мы ее назвали сами для себя. Почему мы так назвали? Потому что как раз столкнулись мы сегодня с феноменом, что старая психология ни на Западе, ни у нас она не тянет, уже не объясняет явлений мира. Дети залезают в интернет, и они уже не депривированы по социально-профессиональному признаку. Они уже получают разнообразную, самую разнообразную информацию. Сначала это происходит в игровой манере, сначала они смотрят картинки, за картинками и образами тянутся понятия, определения, слова. Иными словами, они подбирают уже к картинкам слова. Таким образом формируется и внутренняя речь по Выгодскому. И что не сказал Выгодский, и не сказал второй классик, уже зарубежной психологии Пиаже, внутренние образы. У Пиаже, как мы знаем, есть теория, в общем-то она стадиальная теория операционального интеллекта, что ребенок постепенно, в общем-то, проходит стадии операции и формирует свой интеллект. Сначала это сенсомоторная стадия интеллекта, вторая это стадия уже такого наглядно, так сказать, когда уже это все переходит в действенную форму, действенная форма, так называемая. И третья это с 11 до 13 лет, если я не ошибаюсь, формально логическое мышление, когда он уже может конструировать из этих интеллектуальных конструкций свои собственные гипотезы или какие-то предположения, проверять их или опровергать. Таким образом, и Пиаже, работая примерно в одно и то же время, около века назад, они совершенно прошли мимо феномена, внутреннюю речь они говорили, а внутренние образы они упустили. И второй момент, и на Западе у нас внутренние образы были своего рода табу, ребенку не позволяли и не было технических возможностей развивать эти образы и развиваться совместно, чтобы эти две части нашего мышления, условно говоря, правополушарный и левополушарный. Ну, как мы знаем, существует латеральная асимметрия, профилелатеральная асимметрия, где, в общем-то, межполушарные связи, они отражаются в индивидуальном характере, то есть это индивидуальный фенотип, так называемый. И фактически именно это определяет, насколько человек мыслит. Так вот, что очень любопытно, если вот это образное и понятийное мышление, какая-то часть из этих двух отсутствует на ранней стадии, с двух до пяти, то не формируется познавательный аппарат. То есть ребенку приходится брать извне конструкты, образы, наглядную агитацию и происходит своего рода сугестие, сугестие социума. Против этого защищается как бы ребенок, у него возникает контур сугестия, то есть как бы такая насмешка, ну, даже на неосознанном уровне. А если говорить сознательного человека, уже взрослого, там эта насмешка, конечно, происходит уже как бы в две таких психологических пласта. Один для общения в кругу как бы тех людей, от которых зависит социальное положение этого человека, а второе – общение внутри семьи, где он может раскрыться и быть самим собой. То есть возникает такая ханжинская позиция двух психологий. И, в принципе, мы помним эти кухонные разговоры в Союзе и помним, что разные партийные деятели с высоких трибун совершенно вели такие патриотические, так сказать, коммунистические речи. Но это не мешало их потом, так сказать, привлекать к ответственности за взятки там, в общем, за всякие, так сказать, вещи нехорошие. То есть помню все эти дела, так сказать, ну не будем вдаваться, так сказать, в политику, там Чурбанов, там Елисеевский магазин, там Дела Рахманова, ну и так далее, и так далее. То есть фактически вот эта двойная идеология, двойная жизнь, она пронизала не только как бы советское общество, но и практически все общество в целом. Но это, я как считаю, в принципе, психологи, не все опять-таки из нашей группы согласны с этим, что это была сублимация своего рода. То есть как бы сублимация от того, что не включался вот этот образно-понятийный язык, этот образно-понятийный стиль мышления. То есть ребенок переставал активно мыслить. И действительно сейчас вот буквально в начале уже 21 века уже идут исследования, что внутренняя речь оказывается, вдруг выясняет, что оказывается, психологи выясняют. Она типична не только для детей, там с трех до пяти, а она, в общем, и для всех возрастов, и люди там про себя, хозяйки, оказывается, вот там этому дала, этому дала, ну как сорока-ворона, этому не дала, и так далее, и так далее. В общем, или там картошку пила, это накормила, ну сами понимаете, да? То есть, грубо говоря, такая внутренняя речь для себя. И у стариков она проявляется, эта внутренняя речь никуда она не девается, она под спудом социальных отношений, оказывается, жила и прекрасно себя чувствовала. Она проявляется в таких разговорах с самим собой, когда, допустим, старики и старушки создают какие-то образы, сами с собой разговаривают, так сказать, и, в общем, им особо и собеседник-то не нужен. Почему? Потому что социум уже на них в виде профессии, в виде отношений таких достаточно жестких, профессиональных, сословных, стратовых, не давит на них. Поэтому это живет в человеке образное понятийное мышление, но оно не развивается. И вот в связи с наличием интернета мы сейчас присутствуем при социальном эксперименте. Десять лет прошло примерно, когда стали пихать передовые мамаши и папаши, условно говоря, чтобы ребенок отвязался со своими. Почему ему этот планшет или там смартфон или еще что-то в руки? Он там смотрит сначала картинки, потом что-то там ищет, там какие-то тексты. Ну, естественно, это ограничитель для ребенка стоит. Но постепенно вот этот кругозор, эта поляна обозревается ментально уже ребенком и формируется совсем другой тип мышления. Просто я знаю на практике этих детей, которым сейчас 10-15 лет, ну, и своих знакомых, и своих там родственников. Действительно, это другие дети. Это другие дети, это никакие, как там парапсихологи говорят, там дети индиго совершенно нет. У них просто, ну, грубо говоря, расширенное сознание, не зашоренное. Они мыслят не профессионально, не специфически, как их родители, не повторяют. Конечно, этими детьми, особенно в пубертатном периоде, трудно управлять достаточно, потому что они фору дают своим родителям. Они знают, понахватались и тут, и там, и, в общем, и родители, конечно, испытывают некий дискомфорт. Но родителям приходится к ним еще и подтягиваться, к этим детям вслед за ними. Они тоже вслед за своим ребенком чадом лезут в интернет и тоже там ищут. Но в той же Вики, Википедии или там в каких-то информационных ресурсах какие-то ответы на то, что они не знали, а что вот это оказывается вот так, а это вот так обстоит дело, а я-то думал, а я вот прожил жизнь, а не знал, и так далее. Но мировоззрение уже с возрастом, как вы сами понимаете, не поменяешь. Так вот, в чем как бы есть такая надежда, которая выразилась в лозунге или так вот в названии нашей с вами встречи «Государство умных детей». Мне кажется, что когда подрастет вот это поколение, условно говоря, десятилетних, технологии будут развиваться информационные, конечно, не остановить ни у нас, ни на Западе, это понятно, то это будут совсем другие дети. И они, конечно, уже будут не деприированы социо-мужской профессиональностью своих родителей. Они уже могут делать сознательный выбор. Но самое главное, у них включится мышление, то есть у них оно постепенно будет развиваться и развитие мышления, когда одна нога, условно говоря, правая делает шаг вперед, образ, за ней идет левое, условно говоря, понятие, речь, логика, диалектика. И вот так вот постепенно правый, левый, правый, не как у Маяковского, левый, 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 все, так сказать, а левый, правый, левый. И тогда у нас движение, в общем-то, идет вперед, но никак не иначе. Одной левой ногой много не наскачешь, поэтому там Маяковский левый, левый. Ну, я понимаю, что это такая поэтическая метафора, но тем не менее. Поэтому вот так вот и так и формируется это мышление и как раз этот критический период детства, который не учитывали большевики, именно поэтому он позволит как бы вывести нашу цивилизацию, думаю, совершенно на новый уровень. Ну, я в целом как бы обрисовал схему, может быть, вы как бы критические замечания выскажите, как психологи, разведчики, тоже немаловажно. Владимир Викторович, задавайте, только микрофон включите. Я хочу сказать, что новые общности людей выводят не большевики, не коммунисты, не кто-то еще, а, так сказать, детей формирует их мамы. Все, что Александр Иванович сейчас говорил, все абсолютно правильно. Но есть сверх важные вещи. Если сейчас молодые мамочки меня слушают, слушайте, втройне внимательно. Если меня слушают дедушки и бабушки, то передайте своим молоденьким дочкам и невесткам. Первые семь лет у любого ребенка формируется отношение к миру. И потом оно уже никогда меняться не будет. Это на всю жизнь. То есть отношение к миру как таковому. Враждебный ли он, дружественный или нейтральный. Вот на примере, да, там все видели, идет там мама с маленьким ребенком. Да, я еще раз говорю, это вот где-то от трех до семи лет формируется на всю жизнь. Это крайне важный период. Идет мамочка с ребенком. Вдруг какая-то собака. Там маленькая, большая все равно. Одна мамочка. Ой, смотри, какая хорошая собачка. Пойдем ее погладим. Ребенок мир видит дружно. Другая. Ой, не ходи, она тебя укусит. Это злая собака. Идут там с ребенком. Раз, там лужи. Ой, посмотри, какая лужа. Посмотри, как солнышко здесь отражает. А другая. Я говорю, не ходи сюда в эту лужу, ты сейчас весь испачкаешься. И вот этот период крайне-крайне важный. Потому что вот эта триодная оценка любой ситуации в жизни, с которой сталкивается человек, все равно это была мама Трампа, мама нашей с вами мамы. Они всегда сначала ставили плюс или минус той или иной ситуации. Хорошо, плохо. Хорошо или плохо. Поэтому, мамочки, дорогие, ваша задача не делать мир враждебным. И чересчур дорожественным тоже. Потому что мир, на самом деле, он нейтрален. В следующий период, до 16 лет, у детей проходит определение границ собственного «я». Где заканчивается граница его «я» и начинается «я» другого. Тоже очень важный период в жизни ребенка. Что здесь делать? Здесь девочек. Все девочки и мальчики рождаются на женском берегу, условно. И вот задача родителей, здесь уже и папочка должна подключиться, и дедушка, кстати. Да. Они должны мальчика перевести, условно, на мужской берег. А девочек оставить на женском. Как? Думайте, читайте. Задача сложная. У нас что получается? А у нас получается, всех тащат на мужской берег. Девочки, естественно, посередине этого моста остаются, так сказать. И получается там... Сами знаете, что получается, как говорят, мужик в юбке. Да. Вот с такими девочками это хорошо родину защищать. Фашистские поезда под откос пускать, фашистскую гадину бить. А вот так жить с ней под одной крышей... Поэтому, дорогие мамочки и папочки, дедушки и бабушки, если вы хотите, чтобы вашей дочке с ними было приятно жить, мужчинам, значит, соответственно, оставьте их на женском берегу. А ребят тащите на берег мужской. Вот у меня дополнение какое спонтанное. Понятно, да. Ну, вы как бы, да, вы выразили свой взгляд, так внесли некую, как бы, такую нежность, доброту и семейную. То есть вы как бы с позицией малой группы... Не-не-не, Александр Иванович, это не мой взгляд. Это из возрастной психологии. Да-да-да, я понимаю. Восемь периодов жизни любого человека. Я только описал первых два. Ну, я просто, как бы, вот, мне важно было, как бы, теорию донести здесь, что все-таки теоретический базис, вот о чем я говорил, да, возрастная психология, вот как раз и Пиажевы, Гоцкие, мы с вами знаем, они как раз этим возрастом и занимались детским возрастом. И они считали, что как раз и ребенок в сжатой ускоренной форме проходит как бы эволюцию, всю эволюцию. Поэтому, в принципе, они видели, как биологический объект в нем. Но мы вспомним, допустим, мышление карманьонцев. Вот эти, когда силуэты на пещере Ласка, Альтамера, они перекраивают друг друга. Там не было выставки этих. Ну, какая динамика этих зверей? Там буквально чувствуешь пыль из подкопыта шерстистого носорога или мамонт шерстистый такой, знаете, весь волосатый. Прямо это чувствуется. То есть, потом они дротики кидали туда или копья. То есть, это была магия искусства. Выгодский тоже занимался искусством. Дело в чем, что это не было социально... Почему я об этом говорю? Это не было как бы социально, как-то, знаете, вывеска, такой себя подачи, себя как бы декларирование в мире каких-то, так сказать, технологий. Или, так сказать, вот, мол, дескать, как я рисую и прочий раз. А пнють нет. Человека интересовал акт этого рисунка в тот момент, когда он рисовал. То есть, это было магическое искусство. И в этой связи я бы еще хотел сказать, вот мы начали с чего? Мы начали вот как раз с этой книги «Бессознательная». Вот этот конгресс, который проходил в Тбилиси, сейчас я не помню, то ли в 76-м году, то ли... В 78-м. В 78-м тут эти все книги, вот эти три книги, они в 78-м датировали. Александр Иванович, это вообще-то не все книги. Это четырехтомник. Четвертый том я тебе уже послал по почте. Да? Да. А, мне казалось, что только три. А там прямо на первой странице написано, что он в четырех томах. А, ну тогда я ошибся. Просто у Ермолаевой Томиной, которая в институте психологии работала, она в лаборатории Теплова работала, у нее вот эти три там тромбы были. В общем, она мне это презентовала. Ну, я почему об этом еще говорю? Значит, занимались мы очень активно в свое время. Была такая лаборатория сверхсознания. Вот тут есть, кстати, Павла Васильевича Симонова статья во втором томе. Вот как раз она есть здесь. Здесь он рассматривает метод Станиславского и, значит, говорит о сверхсознании. Вот эта вот статья. Как раз она небольшая, но тем не менее концептуально важная. И Симонову, когда он стал в 82-м году директором Института высшей нервной деятельности, ему было очень важно это закрепить. И он создал, Евгения Свидерска, она сейчас жива, она долгое время возглавляла лабораторию сверхсознания. Вот там работала вторая ее сотрудница Таратынова, Галина Васильевна. Вот с обеими я участвовал в экспериментах разных, в том числе вот Бронников такой был. Я не знаю, насколько вы в курсе. Он и есть сейчас, в общем-то. Вячеслав Михайлович Бронников сверхсознание с закрытыми глазами видит и так далее. В общем, мы вдвоем, втроем надыбали аж целых два года информацию очень интересную. То есть там энцефалографии, вызванные потенциалы, с шапочками изучали активность мозга, вызванные, так сказать, патеры и так далее, и так далее. Очень любопытный материал. Но так как Академия наук была против категорически, то Таратынова посоветовала тогда Бронникову пойти к Бехтеревой, в Питерский институт мозга. Что он и сделал. 7 лет он проводил эксперименты под кураторством Натальи Петровны Бехтеревой и Медведев, ее сын тамошний. Тогда он был директором института. Он давал, они даже несколько статей научных написали. Но потом стала отмашка пошла. И все это закрыли. И было заседание уже вот в этом головном институте высшей нервной деятельности. Я помню это заседание хорошо. Где просто собралась такая группа, чуть ли не министр, в принципе. И там был, помню, и Капица был, и бывший, значит, возглавлял комиссию по лженауке Гинсбург такой, академик Гинсбург. И, в общем, они очень, они говорили, Наталья Петровна были, вы стали жертвой шарлатанов и так далее, и так далее. В общем, в отдельной комнатке посоветовали отказаться, иначе они просто перекроют финансирование всему институту. Что и было сделано. То есть они отказались от этого метода Бронникова. И, в конце концов, и лаборатория сверхсознания, она была сведена потом переименована в лабораторию сна. Но это такие подкулисные интриги. Может быть, они не особо интересны. Но, тем не менее, это показывает, что академическая наука испугалась этих образов. Потому что эти образы, эти символы, они в основе магии лежат, в основе телепатии, в основе многих феноменов, которые мы сегодня как бы видим реально, но не можем объяснить. Поэтому, если развивается ребенок как бы универсально, если он развивается, шаг делает логической понятийной формой, шаг, так сказать, образным, то у него включается и эта сфера. То есть его сознание, сознание, которое корпорировано, как я считаю, в тело, то есть он не есть тело. Вот мы-то считаем, что советская психология сейчас, она и до сих пор считает, хоть перестала считать себя советской, что тело – это и есть ребенок сам и человек. На самом нет, там есть дух, который обучается. И задача духа как раз пройти этот жизненный цикл и выйти к пониманию. И это определяет, если взять индусов, будущую жизнь, будущее рождение. И уже на том, что остановился, где человек, он родился в предложенном месте, обстоятельствах, он выбирает уже сообразно настройки сознания. Тот путь, который он продолжит в новом теле. То есть он делает сам сознательный выбор сообразно со своим сознанием. Почему именно сознательный путь и важен? То есть нужна индивидуальность, индивидуальный подход. Почему важен именно латеральный профиль межпалушарной асимметрии? Этому надо очень особенное внимание. В связи с этим сказанным как раз в лаборатории Усвидерска это все звучало. Но, к сожалению, опять-таки реакционная такая вот, ну не знаю, как ее классифицировать, позиция взяла вверх на сегодняшний день. Но думаю, что вот этот социальный эксперимент, который проводится сейчас уже самим интернетом, самой жизнью, когда дети депривированы, а эта депривация уходит. То есть социальное программирование в семье уходит, потому что семья, как малая группа, как ячейка общества, она же программирует ребенка так, как, собственно, эту семью и держит социальная эстрата, в которой она находится. То есть никуда семья не может выйти. Даже, что тут говорить, всякие пансионаты для элиты, которые были на Западе, мы смотрели, сейчас они у нас для элиты, там их дрессируют, там делают из них топ-менеджеров. Буквально детский сад при МГУ есть там, потом школа при МГУ, там ТДТ, и там специальные закрытые звены. То есть это дрессура очень высокого уровня администраторов высшего звена, топ-менеджеров и так далее. Но отнюдь там нет творчества. Поймите, ребенок без творчества и взрослый без творчества, без смыслообразующих каких-то понятий он обречен. Поэтому прав был, конечно, Маслоу, который говорил о самоактуализации личности. Но он выстроил вот эту вот гуманистическую психологию, так называемая пирамида Маслоу, где в центре всех потребностей физических, физиологических находится самоактуализация познания. То есть смысл жизни познания. И именно этот смысл жизни познания, я думаю, сейчас реализуется очным способом, минуя в обход этих структур, которые, конечно, были заинтересованы в производстве рабочих, в производстве каких-то специалистов, узкого профиля инженеров и так далее. То есть они делали штамповку из человека. Что у нас, что на Западе, это капиталистическая форма правления. Она в этом заинтересована. Конечно, чтобы человек не развивался, а выполнял заказ определенный, который ему предприниматель или работодатель дает. Поэтому я думаю, что вот это вот точным путем сейчас будет просто обойдено. И очень ловко, и умело, и сами, так сказать, вот эти как бы хозяева денег, условно говоря, они не успеют и ойкнуть, как это произойдет. Может быть, я романтик в чем-то, но мне кажется, вот мы вместе с психологами, все-таки которые входят в нашу группу, вот кажется, все-таки уловили этот общий тренд. И эгоцентризм, он совсем не равен эгоизму, мы с вами понимаем, потому что, например, детскую речь называют и период детства. Вот у вас это тоже немножко прозвучало, эгоистичный, эгоцентричный. Но эгоцентризм – это как бы нацеленность на себя, потому что мы все познаем индивидуальный мир. Мы не можем коллективно его познать. Коллективно это для лозунгов хорошо, или коллективно это создает как бы условия. Мы можем коллективное образование, просвещение создать условия, но все равно каждому придется собственными ножками идти по пути познания. Вот я бы так бы все-таки резюмировал. Нет, мне добавить нечего. Как и нечего. Тебе нужно будет благодарить Александра Ивановича, потому что у нас время уже закончилось. Под сводом этого замечательного совершенного знания. Спасибо большое, Александр Иванович. Спасибо большое, Владимир Иванович, за дополнение. Во всяком случае, мы взбудоражили. Там можно, наверное, с чем-то соглашаться, можно, наверное, с чем-то не соглашаться. О том, как все это образуется, насколько там роль семьи и все прочее. Но это, на самом деле, тема большого такого хорошего разговора. Самое главное, хорошо, что вы его начали. Вы его начали, во всяком случае, на те вещи, которые многие люди смотрят с негативной точки зрения, их можно выкрутить вот в таком позитивном, в общем-то, русском. И вот это вот светлое будущее для государства у нас детей, оно, конечно, безусловно грядит, и я в этом абсолютно уверен. Вот у Владимира Ивановича есть хорошая подборка цитат. Касающаяся там, ну, и молодежи, детей следующего поколения, начиная с фараона Аминхетте по третью. То есть, я еще Владимир Викторович, я прошу, чтобы не прислал. А человечество как-то вот оно идет и идет все дальше и дальше. Надеюсь, в верном направлении движемся. Спасибо большое, Александр Иванович. Спасибо. Спасибо большое слушателям. До скорой встречи. Спасибо. Спасибо большое, да, что как-то мы, ну, выслушали какое-то разуме, как видим, да, что, в общем, это немаловажно, конечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.